Авито, звонок по объявлению. Разговор может быть записан. Настя, скажу, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотел спросить, вот у меня там контроллеры я купил для электровелосипеда. Ну, я его подключил, как бы он едет, только почему-то он такими рывками как бы едет, и так тук-тук-тук мотор почему-то постоянно делает. Ну, он как бы вот вначале очень медленно как бы разгоняется, почти не едет, и он прикармаживает, а потом начинает вот после 20 км в час разгоняться. И вот я не знаю, вот кому обратиться узнать, вот как бы в чем проблема, вот почему так происходит. Может быть конденсаторы там плохие в контроллере. Просто я контроллер купил за полторы тысячи для велосипеда себе, и он, ну, так ездит как-то непонятно. Просто у меня конденсаторы есть, вот я выпаивал с телевизора, и это, ну, там и на 80 вольт. И я думаю, может, если впаять и не будет такой проблемы, вы подскажете? Нет, не подскажу, надо разбираться, нужно диагностику делать. К сожалению, у нас сейчас с электровелосипедами заниматься возможно. Просто? Группа по самокатам очень большая, поэтому, если только заниматься, на следующей неделе или через неделю даже, наверное, раньше. Через неделю? Просто у меня денег нету, блин, и ехать до вас далеко. А нам что делать? Как нам быть? Нет, я просто хотел починить как-то делать. Ну, надо деньги, наверное, найти и попытаться починить деньгами. А сколько будет стоить? Просто вообще все же так дорого. Честно, не знаю, не скажу вам, надо где разбираться. Так можно оценить проблему. Но я не буду платить, пока не узнаю просто стоимость ремонта. Я же не могу, вы просто потом потребуете денег. Конечно, конечно, мы потребуем. Не, я вам не скажу сейчас ничего, к сожалению. Диагностика, я могу вас записать на диагностику. Диагностика у нас стоит тысячи рублей. А, ну, единственное, сейчас я посмотрю, он в мастер. А, тысяча диагностика? Да вы чего, блин, это мне за весь день работать придется, блин. Нет. А нам бесплатно диагностика делать? Ну, я не знаю, рублей 300, наверное. Вы сколько будете... А как вы это определили 300 рублей? Ну, потому что там вам проверить один час надо максимум потратить. Я же знаю сервис-то ваш, у меня уже друзья, то есть, рассказывали, сколько там денег берут, много. А, ясно. Ну, надо тогда... Не, ну, просто, просто смотрите, я хотел датчики холла поменять на моторе, с меня хотели 3000 содрать, я купил датчики по 20 рублей, поменял датчики сам. Вот это да. Да, перебор, конечно, перебор. Да не, ну... Нет. Просто сами поймите, что, как бы, я не могу заработать вот столько, как вы заполучаете денег на своей работе. Вот. У меня в месяц 20 тысяч зарплата. Угу. Вот. А кем вы работаете? Я в котельной, в кочегарне работаю. Угу, понятно. Ну, да, по-разному, по-разному все зарабатывают. Мне просто на велик надо собрать. Я купил контроллер, полторы тысячи потратил. У меня все паяльник есть, я просто хочу узнать. Это не дешевый контроллер. Не дешевый, да? А конденсаторы мне... Может, проблема в конденсаторе или нет? Может быть, конечно. Вообще может быть легко. И в конденсаторе. А почему вот у вас диагностика 1000 рублей стоит? Ну, потому что мы разбираем самокат, проверяем его на... Точнее, в данном случае, велосипед проверяем. Там разобрать контроллер, только посмотреть надо будет. И все. То есть, чтобы мотор покрутить. Визуально. То есть, ну, мы разберем контроллер, посмотрим на него и покрутим мотор. И из-за этого мы поймем причину, да, по-вашему? Нет, там просто транзисторы поразвонить. Транзисторы все работают. Там надо емкость конденсатора посмотреть. Может, конденсаторы плохие. А чем посмотреть? И... Ну, у вас тестер конденсаторов есть? Емкость электролитов поверьте. Нет, по-прежнему, нет у нас такого инструмента. У нас нет возможности такой инструмент держать. Поэтому по конденсаторам мы вам не поможем. Не, ну, у вас это весь день, да, занимает вот эта работа? Попроверить контроллер. Нет, контроллер. Не весь день, не весь день. Дело в том, что у нас просто очередь на две недели вперед. Поэтому мы сейчас сами, наверное, даже, может быть, и бессмысленно разговариваем. Потому что вам нужно срочно, вам нужно починить. А у нас нет возможности сейчас заниматься. Не, ну, а если просто сначала записаться, ну, в очередь. Но, блин, все равно тысяча рублей – это много. Вот. Ну, ясно. Ну, что я могу сказать? Я просто хотел у вас советы узнать. Вот такой проблемный. Вы можете обратиться в другую мастерскую. Если вам там бесплатно диагностику сделать. Я думаю, что так и надо поступить. Попробуйте, позвоните. Ведь мастерские... Я просто хочу сам попробовать отремонтировать. Просто я хотел узнать советы. Мы советы не даем. Платные и бесплатные. Потому что, если мы советы вам дадим неправильные, у вас что-то испортится, и мы будем виноваты. Так же тоже не виноваты. Да нет, вы не виноваты будете. Просто, блин. Ну, а у кого спросить тогда? Просто и может быть дело в конденсаторе все-таки? Может быть дело в конденсаторе. Но проверить ваш конденсатор мы не сможем. Понятно. А у вас сколько будет замена датчиков холла стоить? У вас, если на моторе потом поменять. Так вы же уже поменяли. Нет, но я просто хочу узнать. Вот ваша работа сколько стоит? Надо посмотреть сначала сам велосипед. Какая сложность там в этом. И тогда я вам смогу сказать. У нас стоимость работы определяется при осмотре визуальном. Просто я друзьям ремонтировал. Там за 200-300 рублей я делаю датчики. Ну, на шавермы, я не знаю, поменять. Я не требую людей столько. Как бы я просто хотел узнать, у вас сколько стоит? Ну, понятно, да. Я же еще раз говорю, что у нас чуть подороже, чем за шавермы. Чуть-чуть буквально. Совсем малость. Ну, сколько вот? Ну, полторы шавермы мы возьмем. Где-то так. Не, а если по-серьезному, сколько поменять стоит? Я серьезно говорю. Мы с вами на одном языке общаемся, друг-друг понимаем. Вы же тоже с техническим складом ума человек. Вы же силы не есть, все знаете. Я вам говорю, что примерно полторы шавермы. Где-то так. Нет, ну, нет, в деньгах просто я хотел узнать. А сколько шаверма стоит сейчас? Ну, рублей 200. Ну, это плохая, наверное. Это не двойная, без соуса, собственно. Давайте получше. Я с вами сейчас адекватно разговариваю. Чего вы мне сейчас говорите? Просто я хочу по деньгам узнать, сколько ваша работа стоит? Просто меня вот реально раздражают бывают сервисы. Когда приходишь, они цены ломают, большие, я уже сам научился. У меня паяльник есть, все ремонтировать. Просто меня вот раздражают, типа, вот люди, ну, есть, которые вот реально не могут заработать денег. Вы с них какие-то деньги берете постоянно, вот, эти сервисы. Просто я хочу узнать, почему вот дорого-то так ремонт стоит? Дима. Дима, очень приятно. Дмитрий, я вам так скажу. У нас есть тарифы на работы. Значит, заменить датчик холла будет стоить 700 рублей. На один мотор. Ну, вы про один мотор говорите? Да, если три поменять. Ну, значит, три умножаем на 700. Вот, собственно, и получится. Так они стоят 20 рублей, три датчика. Там треноги у них просто припаять надо. Ну, так вот, работа мастера у нас так тарифицируется. 700 рублей плюс датчик, естественно. Все в кучу. Там, я человеку менял, я не знаю, за 15 минут я сделал. Он мне заплатил там, ну, 200 рублей. Я ему сказал, ну, я друзьям тоже менял. Я просто не пойму, почему... Если... А она работа легкая сама по себе. Она не сложная. Дмитрий, поймите, есть тарифы, которые фиксированы по городу. Где-то меньше, где-то больше. Вы можете позвонить в другой сервис, вам, может быть, скажут там в два раза больше, а может быть, скажут чуть-чуть поменьше. Понимаете? То есть есть стандарт, есть норматив, есть время, есть расходные материалы какие-то. И мы же тоже зарабатываем деньги все, трудимся руками своими. Правильно? Понятно. Датчики тестируем. Поэтому где-то от 500 до 700 рублей замена датчика. По-разному. Я просто думал, у вас три датчика поменять, если 500 рублей. Не-не-не, Дмитрий, чуть-чуть побольше, чем вы думаете. Ну, ладно. Да не, извините, что я так говорю. Просто, блин, вот реально, кому не обратишься, никто не может подсказать, как мне верят, ну, в чем проблема, вот, починить, блин. Информации не найти никак. Сейчас все заняты, очень много работы летом, понимаете. Если вы зимой этим вопросом занялись, тогда было бы гораздо проще. Ну, понятно. Ну, ладно тогда. Дмитрий, у вас все получится, у вас все будет хорошо. Да, пожалуйста. Пожалуйста, Дмитрий, всего доброго. Не буду отвлекать вас. Да, спасибо большое. До свидания. Продолжение следует...